Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Приехали вчетвером на старые места Хайли Генбальский котел. Я, Колян, Вован и Тимур. Ребят, хочу вам рассказать одну историю. Помните, мне приснился сон, что Колян провалился под лед. И буквально через несколько дней, когда мы мыли после копа приборы, лопату, Коля действительно провалился под лед. После этого ребята меня спрашивают, а что же тебе приснилось в этот день? А мне приснилось то, что я нашел две пластины янтарных от янтарной комнаты. Ну, я думаю, это переплелось с тем, что я читаю книжку «Секретные бункеры Кёнигсберга». Там как раз про янтарную комнату. Как-то это наложилось и приснилось мне. Но не тут-то было. Представляете? Тимур едет буквально через несколько дней копать и находит вот этот вот кусок янтаря. Кстати, у него на канале есть видео, как он это нашел. Смотрите, какой хорошенький кусочек, как картошка. Культизм, друзья. Это очень серьезно. Я предсказатель, походу. Снега у нас насыпало. Походим сегодня, друзья. Покопаем. Парни собираются вон. Друзья, а у Коляна у нас день рождения был. 54 года. Посмотрите, вот он красавчик стоит. Поздравляем тебя, Коль. Спасибо. Самым лучшим подарком для Коли будет, если вы перейдете по ссылке, которую я оставлю, и подпишитесь на его канал. Коля тоже давно снимает видео. Канал называется «Копаю с Деус». У меня есть для тебя интересный подарок, Коль. Так, а где моя... Тимур, разреши пройти, пожалуйста. У меня тут есть для Коли кое-какой подарочек. Ой-ой-ой. А что у нас здесь? Кокаину. Коль, ты спросил. Спасибо вам, Паш. Поздравляю. На самом деле, друзья, это щавелка. Коли просто там значки чистить и так далее. Много ее нету, но вот на значки тебе хватит. Пару ложишь. Она требуется редко очень. Да. Спасибо, Паш. Поздравляю, Коль. 50 лет на чистом бушке в здоровье не выйдешь. Да. Там вот Колян тянется, именинник наш. Блин, ушел с лопатой походу Тимура. У нас у всех похожие лопаты. Тимур там ругается, наверное. У Вовчика находка. Посмотрите, зацепчик. Сейчас и прягу найдем. Да, алюминиевый клеймо. Даже еще фильтграу осталась слегка красочка. Посмотрите, какая красота. Ага. Супер. Сейчас и пряжечка будет. Сейчас все будет. Коля раскидала. Вот там, видите, впереди, где дуб большой. Точнее, три дуба. Или четыре даже. Там вот дорога шла лесная и выходила сюда на поле. Брожу пока по ней. Два пшенига 1905 года. Почва песчаная. Приятный сохран. Может, что еще здесь будет. Пока покручусь здесь. Всех судьба раскидала. Все, кто где ходит. Пришел к Тимуру. Он оскорбился, что лопаты меня поменял. Сам копает. Смотрите, друзья. Ту же яму продолжает, что в прошлый раз. Пуговицы, пуговицы, пуговицы кительные. Бах! Просто пряга вылетает. Вылетевшая пряга. Скорее, да. Ну, кстати, ее можно постучать попробовать. Подковка вон от ботинок лежит. Ага. Это уже третья с этой ямы пряга получается. А, там же тоже черная была еще, да? Будешь постучать ее, не? Ты надежды питаешь на нее или нет? Да, ну, давай постучу. Какие надежды, Паш, ты посмотри. Сейчас бах, орел. Такая, тебе скажут, твердая вроде. Ну, у нее обратка-то нормальная. Сейчас, может, глядишь и орел вылетит. Говорю, уже отсюда никуда не вылетит. Ушатал прягу на ваших глазах. Только что подвел Тимура к тому, чтобы прягу ушатал. Да не, кердыки. Да. Гнилопутово. Ну, ладно, ничего. Тут уже тяжелый. А вам ничего вот это не напоминает? То, что это знак, это 100%. Это ранение, скорее всего, в черне. Он расколотый. Наверное, уже тоже с него ничего не вытянешь. Как из пряги. Поэтому Тимур, поскучи об камень. Поскучи Тимур, об камень. Посмотрим. Стоп, 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 ребята. А теперь давайте проведем пару минут с пользой. Вы, наверное, помните, как пару выездов назад мне попалась вот такая пуговица по Восточной Пруссии. Берлин, все дела. Я ее еще не чистил. Там он прослеживается по золоту какая-то. И поможет нам в этом полюбившееся мне средство и уже не безызвестное для вас, которое изготавливает крымское производственное предприятие «Созвездие». Составы называются «Антиквар КППС Медь Бронза» и «Антиквар КППС Ла». Конечно же, конечно же, не забываем про средства индивидуальной защиты. Обожаю работать с данным средством. В первую очередь, потому что все очень и очень просто. Берем «Антиквар КППС Латунь» и наносим состав сначала на губку, а потом и на нашего пациента. Да таким образом, чтобы все вспенивалось. Вот так вот, видите, пенка появилась, значит хорошо. Теперь выдержим наш артефакт в таком состоянии минут 10-15. Вы уже результат увидите сразу же. Посмотрите, вот прошло несколько минут, а уже позолото вон блестит под пеной. Не могу не отметить преимуществ данного средства. Во-первых, друзья, в них отсутствует аммиак. Во-вторых, вы можете качественно чистить ваши находки без повреждений. И в-третьих, у вас появляется возможность чистить как крупногабаритные изделия. Также и вот такие небольшие пуговки и значки локально. Первое. Нанесли средство. Вспенили. Второе. Подождали минут 10-15. Может быть 20. Вы все увидите. Все происходит на глазах. Третье. Смываете раствор с артефакта. Четвертое. Промываете мылом. Пятое. Финишное патинирование приветствуется. Ну что, пришло время и смыть, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, как блестит. Вау. Жирненько нанес мыло. И промываем. Ну вот такой вот результат. И это за 10-15 минут времени. Я доволен. Ребята, переходите по ссылке в описании. Заказывайте средства для очистки ваших находок. Поддержите отечественного производителя. Посмотрите, пластика какая вылезла, ребят. Ангелочки какие-то, братики. И у Тимура вилка выскочила. Что-то непонятно. Может даже и серебро. Сейчас попробую ее почищу, чтобы его обрадовать. Похоже на серебряную все-таки. Посеребрение, к сожалению. Вон посередине видно там красное. Ну ничего, находка. Но вот эти братики, это вообще, конечно, карааа. Сегодня не стол, а просто у нас... Праздничный обед у нас сегодня. Осталось буквально чуть-чуть и закажу. Без вашей помощи никуда, друзья. У кого есть желание и возможность, присоединяйтесь. Куплю камеру. Новое качество, новая картинка. Классика. Всем не надо. Только у кого есть желание и возможность. Погнали. Мокрый снег идет. Вован дождевик одел вон. В блиндаже сидит. Я пока по верхам тут брожу. Ближе к заливу. Мокрый снег перешел в дождь, а тут уже снега вообще нет. И смотрите, сигнал на ровном месте. Опа. Штык. От 98-го. Ну что? Щечки можно забрать будет. Сам-то я думаю он тухлец. Вот так ручку поломаю и заберу. Щечки можно подарить будет кому-нибудь. Обо что его побарабанить. Аж вспышка включается. Так, черный сигнал был. Какая-то запчастюха. Видите, маркировка. ФА. Что-то какой-то хомут. Типа. Прижим такой. Явно немец от техники, возможно. Траншейка к заливу идет. И набрустил ее цветной сигнал. Опа. Вот такая красота выскакивает. В позолоте. От какого-то сундука. Какая-то цветная ручка. И там еще, кстати. Сигнал цветной идет. Может еще что будет. Корни цепляются. Ах, зараза. Вроде выкопал. Вовчик рядом с блиндажом. Подымает. Давай сейчас водичкой чуть-чуть все полосну. Какая-то кокарда советская. Второй класс. А что такое, точно мы не знаем. Сейчас пока... А, водички уже нету. Ну, помоем. Помоем будет видно. Кремалька вон все вроде в порядке. Красота. Обалдеть. Сработал чисто по инструменту. Смотрите, какой топорик. Просто миниатюра. Детский как будто. Заберу. И вот такой ключ, что ли, цветной. Надо его посмотреть. Потом на предмет клеим будет. Пока что грязно. Залезли в дебри маленько. И вот тут в корнях сигнал был. И такая находка, звено от ленты. Иловские гильзы. То, что мы находим. Это как раз вот оно самое. Ловчик в траве. Вот такого пятачка выдергивает. Она даже не желтая, а такая белесая еще. Лежала в почве такой. Ну, уже желтеть начинает золотиться. Как рожь. На нашей стороне. Не говори. Вот такая красота. Грязновато, конечно. Сори, но ничего не поделаешь. Ну, красивая, сияет. Поздравляем Вована. Что ли еще будет? Ну. Смотрите, как в дождевике ходил. Я в двух штанах был. Вот эти снизу были. Смотрите, как ровненько. Вован говорит. У тебя что, вставки такие, что ли, по цвету специальные черные? Да. Ну все, друзья. Переодеваемся и выдвигаемся домой. Подмокли все. Сейчас ждем ребят и уезжаем. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.